Что такое диспансеризация и для чего она нужна? Поговорим об этом сегодня в программе «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях заведующая Центром медицинской профилактики Надежда Пышнограева. Надежда Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Давно не были у нас в студии. Все-таки почему важна в сегодняшнем мире диспансеризация? Ну, я хотела бы сказать о том, что вообще весной этого года вышел новый приказ, касающийся диспансеризации профилактических медицинских осмотров. И сегодня Министерство здравоохранения Российской Федерации уделяет особое внимание как раз-таки прохождению граждан вот этого профилактического медицинского осмотра и диспансеризации. И новые изменения связаны с тем, чтобы как раз-таки усилить скрининг и выявление в основном четырех основных групп заболеваний, которые являются сегодня основной причиной смертности населения. Это прежде всего сердечно-сосудистые заболевания, это онкологические заболевания, эндокринные, в том числе сахарный диабет и заболевания бронхолигочной системы. И вот мне бы хотелось как раз-таки рассказать о том, какие изменения и что можно пройти в рамках вот этих медицинских осмотров. А как часто нужно проходить диспансеризацию? Ну, вот как раз-таки одно из изменений связано с тем, что теперь профилактический медицинский осмотр можно пройти ежегодно, начиная с 18 лет, любому гражданину. И вот этот профилактический медицинский осмотр, он стал как бы, вошел в состав диспансеризации. Ну, а саму же диспансеризацию, как и ранее, можно будет пройти один раз в три года гражданам с 18 до 39 лет, ну и старше 40 ежегодно. Чем отличается сама диспансеризация и профилактический медицинский осмотр? Она отличается как раз-таки комплексом, набором исследований, обследований, консультаций специалистов. А что в нее входит? Какое время она занимает? Многие не идут туда, потому что не хватает времени. Ну, на самом деле, значит, программа обследования, она напрямую связана с учетом возраста гражданина. И сегодня все делается для того, чтобы можно было пройти этот осмотр за один день. Ну, конечно, не всегда это получается, потому что если гражданину требуется более углубленное обследование, то тогда диспансеризация может занять два и более дней. Но в основном, вот особенно первый этап диспансеризации профилактический медицинский осмотр можно пройти за один день. Ну, вот что же входит в состав профилактического медицинского осмотра? Это то, что может пройти каждый гражданин ежегодно. Первое – это анкетирование. Многие люди недооценивают этот этап, говорят, ну что там, какие-то вопросы, и надо на них ответить. На самом деле это очень важно. Там вопросы составлены таким образом, чтобы врач, когда будет смотреть эту анкету, мог заподозрить, причем серьезные, в том числе онкологические заболевания, и своевременно направить гражданина уже на дальнейшие методы исследования и обследования. И есть ключ к этой анкете. То есть каждый врач знает, что если гражданин вот на тот или иной вопрос ответил вот так-то, значит, его нужно направить, например, к хирургу или, например, к офтальмологу и так далее. И эта анкета составлена таким образом, чтобы вот гражданин кратко, но по делу ответил на все вопросы. Ведь у нас некоторые люди, например, особенно мужчины, не всегда предъявляют жалобы врачу, стесняются, да, или не считают нужным, или, например, многие боятся потерять работу в связи с тем, что вдруг какие-то медицинские противопоказания возникнут. Вот здесь как раз-таки этого не нужно бояться, потому что это осмотр не на пригодность к профессии, а именно цель у данных исследований, она несколько иная. Это и анкетирование проводится с 18 лет ежегодно один раз в год. Далее в кабинете медицинской профилактики, кстати, куда можно прийти и где можно пройти диспансеризацию, ее можно пройти во взрослой поликлинике Ненецкой окружной больницы, кабинет номер 7, и в поликлинике запрещенной, в полярного района, в поселке Искатели, тоже кабинет номер 7. То есть напрямую можно сразу обратиться в этот кабинет, что я хочу пройти диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр. Далее там проведут измерение антропометрических показателей, произведут расчет индекса массы тела, окружность талии, рост, вес. Далее измерят артериальное давление, определят уровень холестерина и глюкозы в крови, это тоже вот, это ежегодно каждый гражданин должен сдавать. Далее на основании этих показателей ряда других специалист будет определять относительный и абсолютный сердечно-сосудистый риск. Что это такое? Это определенная шкала, по которой можно сделать некий прогноз на ближайшие 10 лет каких-то сердечно-сосудистых катастроф, например, инсульта, инфаркта или возникновения болезни сердечно-сосудистой системы. То есть гражданин, ему покажут, насколько у него риск этот высок или наоборот этот риск будет низкий. Дальше раз в 2 года старше 18 лет необходимо пройти флюорографию или рентгенографию легких. Вот добавили тоже новый вид исследования, рентгенографию. А чем она от флюорографии отличается? Ну, это разные методы исследований. Для того, ну, здесь уже может назначить врач, да, то есть с учетом каких-то особенностей пациента. Далее в кабинете можно сделать будет ЭКГ, причем ЭКГ при первом прохождении диспансеризации в любом возрасте сделают сразу, да. Ну, а далее, если никаких изменений нет, если пациент старше 35 лет, ЭКГ будут делать ежегодно. Обязательно женщине нужно будет посетить фельдшера-акушерку или врача-акушер-гинеколога, причем с 18 до 39 лет один раз в год. В кабинете в этом померяют внутриглазное давление. При первом, опять же, прохождении всем, ну, а далее уже старше 40 лет ежегодно внутриглазное давление измеряется. Все это заносится в специальную карту диспансеризации. Диспансеризации. И последний этап у профилактического медицинского осмотра это посещение врача, либо участкового терапевта. На сегодня, например, в Нинецкой окружной больнице работает специально врач, который, врач-терапевт, который занимается как раз-таки диспансеризацией, либо посетить молодого специалиста, этого врача. Врач смотрит результаты профилактического медицинского осмотра, да, и оценивает, если есть какие-то изменения, либо закончить эту диспансеризацию, он дает краткую консультацию, что вот у вас выявлено, например, то-то, то-то, или у вас все хорошо, нужно будет там, когда еще пройти этот осмотр, да. Либо направит в соответствии с возрастом уже проходить диспансеризацию. Диспансеризация состоит из двух этапов. Первый этап и второй этап. Значит, здесь уже более углубленное обследование. То есть если что-то, есть какие-то подозрения, да? Да. Ну и смотрят также на возраст еще, подлежит или не подлежит. Значит, что на первом этапе диспансеризации? Вот как раз-таки усилен скрининг на выявление онкологических заболеваний. Если гражданину от 18 до 39 лет, то дополнительно у женщин возьмут специальный мазок с шейки матки, проведут вот этот вот скрининг, да? И теперь, опять же, врач-терапевт и новым приказом определено, что он не только собирает анамнез и спрашивает, есть ли какие-то жалобы, но он должен обязательно осмотреть кожные покровы, слизистую губ и ротовой полости, провести пальпацию щитовидной железы и лимфатических узлов. Как раз-таки на выявление ранних признаков онкологических заболеваний. Если гражданину 40-64 года, что тогда ему должны провести? Но опять же, если это женщина, акушер-гинеколог со взятием мазка с шейки матки, обязательно маммография обеих молочных желез, в двух проекциях, один раз в два года каждая женщина старше 40 должна делать. И я вот уже встречаю женщин, которые говорят о том, что вот я пришла на диспансеризацию, своевременно все обнаружили и, в общем-то, все благоприятно закончилось, да. То есть не нужно ждать, если вам есть 40 и старше, обязательно нужно пройти маммографию. В возрасте 45 лет каждому должны провести эзофагогастродуаденоскопию, ну или ФГДС по-простому еще, да. Ну это исследование не каждый, конечно, выдерживает, но не то чтобы выдерживает, но обязательно нужно пройти, потому что по-другому исследовать пищевод, желудок, ну вот не представляется возможным, да. Далее, хороший информативный метод это исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом один раз в два года. Этот метод не требует какой-то специальной подготовки, поддержания диеты, специально делается именно иммунохимическим методом. Опять же, граждане в возрасте старше 40 один раз в два года должны пройти это исследование. Это очень важно, потому что если этот результат положительный, далее врач уже будет отправлять к хирургу или коллапрактологу делать ректороманоскопию, колоноскопию и так далее. Это тоже такие, в общем-то, достаточно серьезные методы исследования. То есть это показания к направлению на дальнейшее обследование, да. Ну и у мужчин в возрасте 45, 50, 55 лет, 60 и 64 определение проста специфического антигена в крови. Это как раз-таки скрининг на рак предстательной железы. Ну и в возрасте 65 лет, также и маммография, и акушерка, и кал на скрытую кровь. Только кал на скрытую кровь уже один раз в год, ежегодно. В возрасте 75 лет и старше. А как в поселках проходит диспансеризация? Имеют ли они там такую возможность? Значит, заполярная поликлиника имеет передвижной отрезок, который как раз-таки по определенному плану графику выезжает в сельские населенные пункты и проводит диспансеризацию. Ну и, конечно же, здесь еще высока роль фельдшера, который работает на ФАПе. То есть, в принципе, первый этап, да, ну вот если у него нет флюорографии, то хотя бы без флюорографии, фельдшер должен и обязан провести, и не только провести, но еще провести ряд мероприятий, например, проконсультировать пациента по некоторым аспектам, по выявленным факторам риска и так далее. Ну и еще диспансеризация в себя сейчас включает проведение общего анализа крови. Раньше его не было, да? Да, раньше его не было. Ну и проведение краткого профилактического консультирования. Ну и все это должно завершиться осмотром врачом-терапевтом. И вот это все как раз таки включает в себя первый этап диспансеризации. Второй этап диспансеризации, он более углубленный. Там и входят осмотры и хирурга, и акушер-гинеколога, и невролога, и другие методы исследований. Кто может попасть на второй этап? Как раз таки вот врач-терапевт оценит результаты, например, кал на скрытую кровь положительный, все, пациент данный отправляется врачом-терапевтом на второй этап для более уже углубленного исследования, уточнения диагноза. Если у пациента на первом этапе при прохождении диспансеризации профилактического медицинского осмотра нет отклонений, то диспансеризация заканчивается первым этапом. Ну и я еще хотела бы отметить то, что особенность диспансеризации в том, что здесь не только ищут хронические неинфекционные заболевания, но и выявляют факторы риска. И вот буквально вчера прошло обучение участковых терапевтов, врачей Центра здоровья, Центра медицинской профилактики, дистанционное обучение, которое проводил Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины, как раз таки по повышению качества проведения диспансеризации профилактических медицинских осмотров. То есть на это серьезное внимание, серьезный акцент над качеством, нам надо еще работать, работать и работать, да, и особое внимание уделять факторам риска. Не только искать болезни, но и смотреть на факторы риска. Ведь по результатам диспансеризации пациентов делят на три, представиваются, группа здоровья. То есть первая группа здоровья, вторая и триа и трибе. Что это такое? Первая группа здоровья – это здоровые граждане, которые не имеют каких-либо заболеваний и у которых низкий, вот как раз таки тот сердечно-сосудистый риск. Вторая группа здоровья – это граждане, которые имеют факторы риска, но не имеют заболеваний, требующих диспансерного наблюдения. И у них высокий, относительный или абсолютно суммарно сердечно-сосудистый риск. Вот это та группа, с которой нужно сегодня серьезно поработать. Вроде бы нет еще болезни, да, и казалось бы, что с этими гражданами делать, а как раз таки нужно произвести коррекцию факторов риска. То есть если гражданин курит, да, то есть в отношении его нужно провести консультацию по отказу от корень, если он имеет избыточную массу тела, повышенный уровень холестерина, неправильное питание. То есть вот эти факторы риска нужно откорректировать для того, чтобы у него не развелось то заболевание, которое приведет его уже к триа и к трибе группе. Ну и триа группа присваивается тем гражданам, у которых уже есть хроническое неинфекционное заболевание, требующее диспансерного наблюдения. Я уже сказала, это вот в основном сердечно-сосудистая, онкология, диабет и так далее. Ну и трибе группа, это все другие заболевания, которые тоже требуют диспансерного наблюдения. Врач-терапевт устанавливает эту группу, ну и потом в отношении пациента уже вырабатывается определенная тактика. А что дальше с этим пациентом делать, да? И вот на сегодня на базе Центра медицинской профилактики открыты обучающие школы для пациентов, открыт кабинет профилактического консультирования, открыт кабинет по отказу от курения. Как раз таки с той целью, чтобы произвести вот коррекцию этих факторов риска. Консультации длительные, они порой часовые, получасовые, бывают индивидуальные, групповые занятия. То есть, ну здесь важно очень желание самого гражданина, потому что порой мы приглашаем, не все охотно идут и откликаются, да, в основном у нас граждане обращаются только тогда, когда уже что-то болит. Но я вот как раз таки хотела напомнить, что многие заболевания и со стороны сердца, и онкология протекают как раз таки без каких-то явных симптомов и без боли. Статистику ведете, сколько в прошлом году и в этом году прошли диспансеризацию граждан? Да, в том году прошли, по-моему, более 6 тысяч по Нинском автономному округу, насколько мне память не изменяет. А в этом году уже более 4,5 тысяч граждан прошли диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр. И я хотела бы напомнить, что вот эти кабинеты работают что в заполярной поликлинике, что в поликлинике Нинско-кружной больницы с 8 до 8 вечера, а также работают в субботу специально для работающих граждан, чтобы они имели возможность обратиться с 9 до часу. Ну и также работающие граждане уже сейчас по закону имеют право взять один оплачиваемый день для прохождения диспансеризации. Это уже установлено законом. Нововведение, да? Да. Это же отлично, да? То есть за один день возможно пройти полностью эту диспансеризацию, да? Ну, по крайней первому этапу, да, возможность такая есть. И я, пользуясь случаем, приглашаю всех и не относиться этому как-то скептически, а очень даже серьезно и посвятить всего лишь несколько часов, может быть, это в субботу или на неделю, может быть, это вечером, да? Как раз-таки посетить этот кабинет медицинской профилактики и удостовериться, что у вас все в порядке. Вы сказали, в этом году уже прошли обследование более 4 тысяч. Какие заболевания выявляются? Ну, самые разнообразные, и я хочу отметить, что в том числе и онкология устанавливается впервые, и впервые выявляются заболевания сердечно-сосудистой системы. Ведь задача-то стоит как раз-таки на ранней стадии, да, все это дело выявить. А также важна профилактика. То есть мы должны не только выявить болезни, но еще постараться предотвратить, отсрочить развитие этих заболеваний. Здесь вот важно, конечно, понимание каждого гражданина. И диабет устанавливается впервые. То есть самые разнообразные заболевания. Это вот на самом деле очень серьезно, потому что смертность, к сожалению, и у нас в округе достаточно высокая, высокая от сердечно-сосудистых заболеваний, от онкологических заболеваний. Также по статистике за этот год выявлены факторы риска. И вот у нас по региону первое место занимают нерациональное питание, неправильное питание. Это у нас в округе, да? В округе, да. На втором месте низкая физическая активность. И как следствие идет ожирение или повышенная масса тела. Ну и четвертый фактор – это курение. Вот это четыре основных фактора, которые у нас занимают лидирующие позиции. Это то, с чем вот надо работать в службе профилактики. Много людей с лишним весом, да, Надежда Сергеевна? Есть такое. Ну, это как следствие, да? Нерациональное питание, гиподинамия – одно из другого вытекает. Соответственно, лишний вес. Лишний вес выявили, а потом какая работа ведется? То есть даются рекомендации, да? Обязательно врач проводит краткую консультацию, да, насколько это возможно. Далее пациент, ему даются рекомендации, и мы приглашаем в наш центр здоровья, в центр медицинской профилактики, в кабинет профилактического консультирования. Для всех желающих мы открыты. Можно записаться самостоятельно, да, в наше подразделение и получить консультацию по коррекции питания, по коррекции веса, по отказу от курения и так далее, и так далее. Надежда Сергеевна, 29 сентября – Всемирный день сердца. Почему для нашего округа это тоже очень важный день? Ну, это действительно очень важный день. И не только для нашего округа, наверное, для всей Российской Федерации, потому что болезни сердечно-сосудистой системы занимают первое место в структуре смертности. И этот день призван привлечь внимание каждого гражданина к сохранению своего сердца. И вот, пользуясь случаем, опять же, одна из задач – это информировать граждан о ранних признаках возникновения сердечно-сосудистых катастроф. Ведь порой, когда случаются инсульт, инфаркт, наши граждане сидят дома, терпят и не вызывают скорую помощь. А вот здесь как раз-таки очень важно время. Время оказания медицинской помощи. Я хотела бы напомнить, какие же признаки и что делать при возникновении вот этих вот признаков. Ну, первое – это инсульт, это острое нарушение мозгового кровообращения. Каковы признаки? Вдруг произошло онемение одной руки или одной ноги, причем поражение будет либо с одной стороны туловища, либо с другой половины туловища. Вот сидел, пил чай, и вдруг кружка выпала из рук, и рука повисла плетью. Это первое. И невозможность поднять одной руки вверх. Если попросить человека поднять эти руки, он поднимет одну, а вторая у него не будет подниматься. Следующий момент – попросить гражданина сказать что-то. То есть человек не сможет сказать, либо скажет так, что вы ничего не поймете. Ну, и асимметрия лица. То есть один уголок рта опустится вниз. Вот это вот как бы триада признаков того, что у человека развивается инсульт. Что же делать? Ну, во-первых, либо усадить человека, либо уложить покой и вызов скорой медицинской помощи. Причем есть такое еще состояние – транзиторная ишемическая атака. То есть вот эти признаки случились, и они прошли самостоятельно через какое-то время. То есть это, так скажем, прединсультное состояние. Все равно с этими признаками вызов скорой медицинской помощи обязательно такого пациента госпитализируют. Потому что это состояние лечить легче, нежели чем уже самый инсульт. И второе состояние – это инфаркт. Что происходит при инфаркте? Ну, как правило, это боли, причем боли за грудиной, давящие, сжимающие боли. У человека развивается чувство страха смерти, холодный пот, человек бледнеет. Вот при таких признаках тут тоже, опять же, уложить гражданина доступ свежего воздуха и своевременный вызов скорой медицинской помощи. Вот это, наверное, самое главное – не ждать, не терять время, не тем более заниматься самолечением. Потому что сегодня оказание помощи данным пациентам на достаточно высоком уровне, и если помощь будет оказана как можно раньше, то это для каждого гражданина обернется, ну, наименьшими, так скажем, последствиями, осложнениями. Вот, поэтому день здорового сердца, мы призываем всех позаботиться о своем сердце, знать цифры своего артериального давления, контролировать свой вес, контролировать уровень холестерина, крови, да, правильно питаться для того, чтобы сохранить сердце здоровым, ну и знать вот основные признаки жизнеугрожающих состояний, потому что вы сможете тогда помочь, может быть, себе, может быть, каким-то знакомым, близким своим спасти жизнь. Рекомендации можно получить и у вас в центре, да, где находится центр? Значит, центр медицинской профилактики находится в новом лечебно-диагностическом корпусе, Нинско-окружная больница, по адресу город Наринмар, авиаторов 9Б, пятый этаж, и обратиться в 513 кабинет, но у нас на самом деле очень много кабинетов, или предварительно можно позвонить по телефону 651-11 или 651-23 и записаться на консультацию к любому из наших специалистов. Какую еще можно получить помощь в вашем центре? В нашем центре работает кабинет диагностики и коррекции факторов риска, центр здоровья, то есть у нас тоже можно пройти, узнать показатели, уровень сахара, холестерина в крови, мы также проводим антропометрию, рассчитываем индекс массы тела, содержание жира в организме, если человек курит, мы определяем содержание угарного газа в легких, динамометрию. Это тоже можно за один день пройти, да, быстро? А я анализы быстро делаю. Да, и результаты, это же экспресс-диагностика, результаты в этот же день, но и по результатам обследования в центре здоровья каждый гражданин еще получит паспорт здоровья со своими показателями и рекомендациями. А как работает центр? Как вот можно пройти такую диагностику? Скольки до скольки? Значит, центр здоровья работает с 8 часов до 16 часов, но желательно, опять же, предварительно записаться, почему? Потому что мы также работаем и на выезде. Вот сейчас, буквально завтра у нас стартует всероссийская акция «Добро в село», где мы поедем по различным населенным пунктам, да, центр здоровья будет обследовать жителей сельских населенных пунктов, на катере с волонтерами, медиками, поэтому бывают дни, когда вот центр на выезде, и чтобы не получилось так, что пациент пришел, а вдруг никого нету, да, желательно предварительно записаться вот по тем же телефонам, которые я сказала. А так мы в свободном доступе, очередей у нас нет, то есть каждый желающий может обратиться. Вы же можете в центре помочь избавиться от курения, это правда? Да, у нас работает кабинет по отказу от курения, работают два специалиста, в том числе клинический психолог, значит, данная помощь оказывается, ну, всем желающим отказаться от курения, ну, и даже если человек вроде бы вот хочу, а вроде бы не хочу, он может прийти и получить мотивационную консультацию для того, чтобы вот повысить его мотивацию к отказу от курения. Конечно, многие относятся к этому скептически, вот общаясь, опять же, с курильщиками, да, но я хочу сказать, что результаты, да, таковы, что процентов 25 после проведенной работы не курят в течение 6 месяцев. Мы отслеживаем наших пациентов при их желании, конечно же, да, я думаю, это достаточно хороший результат. То есть если он 6 месяцев продержался, то вероятность того, что он больше никогда не закурит, высока. Хотя срывы бывают, мы учим людей, как себя вести, если срыв произошел, да, то есть какие методики можно использовать, анализируем совместно, а почему этот срыв произошел, да, чтобы человек понимал, чтобы в следующий раз профилактировать данный срыв. У нас существует специальная компьютерная программа, по которой пациент проходит осмотр и выдается заключение на руки, да, рассказывается, какие методики можно использовать вот на пути к отказу. Это ведь на самом деле очень серьезная работа над собой. Вот что касается болезней, есть стандарты лечения. Все знают, какие таблетки назначить, да, и тут как бы важная задача гражданина придерживаться рекомендаций доктора. А вот то, что касается факторов риска, здесь, конечно же, работа прежде всего каждого конкретного человека над собой. И как показывает практика, это гораздо сложнее. Когда ты даешь рекомендации по двигательной активности, по питанию, многие ведь знают, знают, что вот это делать нельзя, вот это нельзя, а делают ровным счетом наоборот. И вот эта работа над собой, работа с собой, она гораздо сложнее. И вот мы помогаем гражданина замотивировать, потому что, чтобы он понимал, чем это чревато. Потому что если ты сегодня куришь, злоупотребляешь алкоголем, лежишь на диване, ешь исключительно жирную пищу, соленую пищу, да, то вот у данного гражданина риск развития той же онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний достаточно высок. Вот, поэтому это очень серьезная и тяжелая на самом деле работа. И вот, как показывает практика, консультации длятся час, а то и больше. И, конечно, вот у врача-специалиста, и тем более у участкового врача, такого времени нет, да, чтобы вот разговаривать с каждым конкретным пациентом. Поэтому вот и терапевты отправляют к нам на консультацию. Вот сегодня была женщина с артериальной гипертонией, да, направлена в школу артериальной гипертонии для того, чтобы мы с ней проговорили. Она пришла со своим тонометром, и оказывается, что она неправильно измеряла давление, неправильно использовала аппарат, а это ложные цифры, да, это неправильная тактика, может быть, подбора лекарственных препаратов и так далее. Мы говорим о том, как питаться, как себя вести, как жить, в конце концов, с этим заболеванием, чтобы не было вот этих осложнений, серьезных в виде инсультов, инфарктов и так далее. А много желающих избавиться от курения к вам, обращается? Ну, я хочу сказать, что очередь не стоит. Очередь не стоит. Направляют врачи, доходят не все. Плюс, когда мы выезжаем с Центром здоровья, мы выявляем данный фактор, мы сразу даем каждому номер телефона, предлагаем, куда обратиться, и у нас в Центре разработаны специальные буклеты, пошаговый план отказа от курения. То есть мы сразу, если гражданин к нам не придет, хотя бы, чтобы у него на руках осталась эта информация, как дома справиться и бросить курить. Статистика ведется? Вот сколько процент, какой у нас житель Ленинского округа, который курит? Нет, статистика есть. Она в рамках диспансеризации учитывается распространенность факторов риска. Какой процент, вот мне интересно. Вот сейчас, наверное, я не скажу, потому что это надо высчитать из количества прошедших, сколько у нас выявлено курильщиков. Но то, что это четвертый фактор риска из, по-моему, восьми, ну, это уже само собой говорит. Да, мне кажется, у нас очень много курящих людей. А почему, вот все равно же спрашиваю, почему ты куришь, да? Какие причины этого? Стрессы, привыкания? Ну, то, что это зависимость, это однозначно. Многие люди, особенно с большим стажем курения, они говорят, что я не могу, я не могу справиться, я не могу бросить курить. Вот я не покурю там несколько часов или там, может быть, полдня, или кто-то выдерживает день, да, и я становлюсь нервным, я становлюсь каким-то вот неадекватным, меня все раздражает, и я опять побежал, покурил, и вроде бы как вот... Это действительно зависимость, да. Почему люди закуривают? Это влияет, вот особенно это актуально для подростков, влияет очень сильно компания и друзья. Многие начинают за компанию. Кто-то начинает из интереса, да, не думая о том, что это тоже приводит к зависимости, так же, как и любое наркотическое вещество, так же, как и алкоголь, так же, как и наркотики. У кого-то связано это с профессиональной деятельностью. Например, был такой случай, когда водитель, который работал в ночные смены, говорит, чтобы там не заснуть за рулем, когда ночь работаешь, постоянно сигарета в руке, и ты, значит, вот таким образом себя во время рабочей смены отвлекаешь. У всех на самом деле мотивы разные. Вот, ну и в дальнейшем человек уже втягивается, и понятно, что развивается зависимость, и бросить, и соскочить с этого дела очень сложно. Но есть люди, которые справляются с этим. Вот опять же, пациентка, которая сегодня была с артериальной гипертонией в школе, она не курит с июля месяца, с июля, да, и сделала она это самостоятельно, причем с большим стажем. Курение, по-моему, более 20 лет. А какова мотивация, я у нее спросила? А вот, ей поставили диагноз артериальной гипертонии, цифры давления высокие, высокий холестерин. Врач ей сказала о том, что вот инсульт, инфаркт, вот такие осложнения могут развиться, да. То есть вот для человека вот это послужило мотивом. Когда врач тебе говорит, что вот вам надо отказаться от курения, и действительно, отказавшись от курения, она сразу на 50% снижает риск развития инсульта и инфаркта, то есть грозных осложнений. Надежда Сергеевна, спасибо, что пришли сегодня к нам в студию. Будем прислушиваться к вашим рекомендациям. Спасибо вам. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях была заведующая Центра медицинской профилактики Надежда Пушнограева. До новых встреч!